а нам точно нужно было это делать орехи мы так рьяно замачиваем чтобы не антипитательных веществ пищи много мы должны с этим что-то срочно сделать давайте разбираться привет друзья я сергей малоземов это ольга косникова пищевой химик технолог мы разбираем надо ли замачивать орехи бесконечно приходят вопросы от зрителей читателей по этому поводу и в мой инстаграм в инстаграм ольги тоже все боятся фитиновой кислоты которая в орехах и в зернах и в бобовых если их не замочить то она мешает всасыванию кальция фосфора и всяких других минералов и чтобы этого избежать чтобы не от этого вот всего многообразия нужно их замачивать термически обрабатывать ну так во всяком случае активно пишут в интернете давайте разбираться ну начнем с того что далеко не все знают что антипитательных веществ пищи много это далеко не только фитиновая кислота не фитиновой кислоте просто больше всех достается действительно содержится не только в орешках но и в бобовых злаков сой и так далее но только орехи мы так рьяно замачиваем считается что фитиновая кислота мешает усвоению фосфора кальция цинка и так далее и мы должны с этим что-то срочно сделать но ни одно вещество ни один продукт к сожалению или к счастью не усваиваются нас на 100 процентов нету такого даже если вы молочка выпить это процентов 80 вас усваивается из всех тех питательных веществ которые есть а процентов 20 нет так и встроена жизнь то есть вы ведете к тому что не усваивается и как бы фиг с ним отчасти да потому что мы можем пренебречь небольшой потери питательных веществ например в чае есть дубильные вещества танины которые уменьшают усваивание железа но никто же не отказывается от чая дело тут все-таки в разнообразным питанием когда мы питаемся не только одними орешками и не только одним чаем но что же будет если мы все-таки замочил орехи ученые провели такие опыты на четырех видов орехов и замочили их в воде вот как я сейчас и что они выяснили во первых концентрация фитиновой кислоты практически не снизилась в орех обидно а во вторых в них снизилась количество минеральных веществ получается фитиновая кислота осталась от которой мы хотели избавиться а часть минеральных веществ мы буквально вымыли получается что это бесполезная процедура которая делает продукт даже более пустым а люди верят что это называется биоактивация ольге в инстаграме было очень смешно написано так пост про это начинался словами биоактивация бесплатно без смс слова орех на короткий номер 2323 и вы активируете свои орехи да но на самом деле конечно нет конечно нет это так не работает единственное это можно делать если вам нравится вкус мне многие мои читатели писали что им нравится вкус размоченных орешков так как молочко такое получается как такая кажется но никакого смысла в этом нет фитиновая кислота в общем то не вымоется более того фитиновая кислота на самом деле это не враг от которого нужно избавляться и всячески его избегать исследования опять же показали что во первых люди которые употребляют большое количество фитиновой кислоты имеют более прочные кости вот парадоксально казалось бы да она должна вымывать а нет и также исследования показали что люди которые придерживаются сто процентов вегетарианской диеты приспосабливаются к тому чтобы ее расщеплять и получать микроэлементы их микробиом просто адаптируется под новые условия поэтому бояться фитиновой кислоты абсолютно не стоит друзья она не только вредна но и полезно да как ни странно подведем итоги орехи полезны в них содержится много прежде всего полифенолов которые улучшают нам состояние стенки сосудов предохраняют нас от инфаркта инсульта улучшают работу мозга я несколько лет назад был в скрентенском университете в штате нью-йорк там есть лаборатория которая может сказать собаку съела на исследование вот этой пользы они измеряли сколько полифенолов в разных орехах чемпионом оказался грецкий орех который по праву наверное может называться самым полезным но и другие тоже хороши арахис там пожалуй отстаёт потому что он и не орех вовсе до бобовая но важно что они выяснили вот какой факт жарка не уменьшает пользу она в крайне незначительной степени разрушает эти полифенолы ну такая бережная естественно от и даже испаряет влагу и в какой-то степени они становятся но концентрируются пользы на 100 грамм веса и и становится больше даже в процентах и как раз таки жарка может снизить количество фитиновой кислоты если она все-таки вот кому в горле встрял не можете вы ее есть не хотите попробуйте пожарьте орехи я лично я вам орехи как правило жаренными мне больше нравится вкус и нет никакой проблемы в том если они слегка подсолены ну вот там отдельная история касается ореха макадамии которого про который часто спрашивают и говорят что его вымачивают в ванильном растворе смазывают ванильным сахаром ну да это все так но большого количества сахара все равно вы при этом я думаю не получаете тем более что сколько вы там этой макадамии съедите если вы не рокфеллер она еще такая дорогая конечно она очень дорогая и при этом очень жирная ее просто много и физически я думаю не съешь в общем мы орехов не боимся мы их едим и совершенно не замачиваем потому что смысла в там никакого нет нет есть смысл замачивать орехи а точнее промыть их в одной если вы купили их с рук и на них осталась грязь просто механически есть чистить имеет смысл и потом например прокалить прожарить но делать это для того чтобы избавиться от антипитательного вещества которые по факту нам и не вредит не стоит да мы желаем вам здоровья ешьте орехи ничего не бойтесь я сергей малоземов ольга косникова подписывайтесь на ее инстаграм который называется chemistry by ольга спасибо всегда пожалуйста и конечно подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии оставляйте ваши заявки мы все протестируем проверим разложим и все вам расскажем чтобы как говорится в нашей передаче по телевизору не болеть не толстеть и жить дольше пока